О нашей космологии Мы уже много рассказывали в нашем цикле познания миров Естественно, мы как сторонники параллельных миров И не такой вот прямолинейной космологии, которая принята официально Не можем проходить мимо И очень интересных фактов, которые наблюдали наши предки в истории Такова вот, например, история Иофара Фарина Вари или Варина Человека из таинственной Лаксарии Упомянем мы его В 1851 году человек, назвавший себя Иофар Варин Был найден в блуждающем немецкой деревне Фанком на Одере Он говорил и писал на ломаном немецком языке На неизвестных языках также, которые он называл лаксарским и абрамским Он рассказал, что прибыл из Лаксарии в области земного шара С целью его приезда в Европу И было поиск давно потерянного брата Ему показали карту мира и глобус Попросили указать свой дом Но он не узнал ничего знакомого Ни на карте, ни на глобусе Воображаете, друзья? При этом умственные его способности И его внешний облик Не мог быть как бы трактован Как какого-то безумца Или человека, потерявшего память И тот, кто теряет память Не рассказывает всевозможные сказки и небылицы Ученые из Фарангфулта пришли к выводу Что этот человек не был Вот поэтому, значит, по их обследованию сумасшедшим И его история считалась даже правдоподобной Поэтому они отправили его в Берлин Для дальнейших исследований Но во время поездки его Хватил своего рода истерический припадок Он выпрыгнул из экипажа И скрылся в окружающем лесу Как видите, друзья До него наконец дошло Что он ни на той земле и ни в той стране А? Добза, да, 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 вы догадались Скорее всего, он из какого-то параллельного мира И вот, несмотря на долгие тщательные поиски человека Никаких следов найти не удалось Он, казалось, исчез так же загадочно Как и появился Но вы знаете, много фактов Когда пропадают люди И им кажется, что они пропадают на 10 минут Но их и не бывает в доме Там Днями Или долгими часами Однако, когда они возвращаются Все удивлены И не так же Что, оказывается, прошло столько времени Их отсутствие в родных пенатах Возможно, этот человек все-таки сумел вернуться В свой родной мир И в родную страну Лаксарию Возможно, есть и другое объяснение Не только, что это, мол, человек из параллельного мира А то, что он был как бы подвержен явлению деживю То есть, он жил в неком мире А этот его прошлый мир Тут же на нашей земле Охватил его разум И он просто не мог себя Представить В этой уже новой действительности Ему В некотором смысле Очень чуждой Понятно Есть и другие еще сведения О таких вот явлениях Наверняка вы слышали Историю человека Из несуществующей страны Туарет Который объявился Из параллельной вселенной Или из иного времени Паранормальные новости Об этом сообщают Также вот и об этом Джохари или Джозефе Варине Писали, кстати Это в 50-х годах Многие газеты мира Не только из Германии То, что он говорил плохо И с непонятным для немцев акцентом Это одно явление Хотя внешне Он был, можно сказать Типичным европеидом Когда его доставили Бургомистру Он называл свое имя Джохар Варин И заявил, что он прибыл В Германии В старине Лаксарии Которая находится На континенте Части мира Сакрия Сакрия Далее выяснилось Что кроме немецкого Мужчина Больше не знает Ни один из известных Европейских языков Однако он заявил Что отлично читает И пишет На лаксарийском языке И языке Абамиана Ну, первый язык По его словам Является языком Словам Является языком Письменности И духовенства В его стране А второй Это обычный язык Его народа Как видите Если так соотносить То язык Который он называет Лаксарийским Это, мол Какой-то Протоязык Немецкий А язык Абамиана Тут что-то Говорит С Абрамом То есть С еврейским языком И возможно Возможно Если он Говорит Что это язык Его народа То он Представлял Такую народность Еврейского типа В том параллельном мире Далее Джохар Варин Рассказал Что его страна Мол Христианская По форме И по доктрине Но эта религия Носит название Испатиан Сама же страна Ваксария По словам Варина Отдолена От Европы Многими сотнями Миль И огромным океаном То бишь Он Прибыл Из Ихней Америки Ну а на вопрос С какой целью Он приехал В Европу Джохар Ответил Что ищет Своего Давно Потерянного Брата Который Плыл До кораблей В океане Но потерпел Коэбр Крушение Где-то В этих местах Но где именно Он не знает Попутно Он заявил Что его народ Имеет Обширные Географические Познания Потом Варин Рассказал О том Что весь Их мир Делится на пять Больших частей Сакрия Афлар Астар Ауслар И Эуплар И все Это Варин Рассказывал Таким тоном И таким языком Что было Вынесено решение Что он сам Верит в то Что говорит Дальнейшее Вы это Его историю Знаете Это В общем-то Если вас Интересуют Какие-то Подробности То Эта история Описана В книге Джона Тимса Книга Года о фактах Науки и искусстве Вышедшая В 1752 году Как говорится То что он сам Верит В то что говорит Это Мол Подтвержденный факт Ну а Верить ли нам Ему Надо Конечно Подвергнуть Все сомнению И Каждый Решит Верит ли он Этому Или нет Возможно Книга Тимса Это не Очень достоверный Источник Так как Раздутая История Варина Обросла Такими Неслыхотными Сплетнями И Ложными Фактами Что Уже в других Так сказать Газетных И прочих Источников Того времени Что Попросту Многое Вызывает Сомнения Но Скорее всего Этот факт Явный И Действительно Он Подтверждает Либо Эффект Деживю Либо Прибытие Этого Джохара Варина Из параллельной Селенной И вот Посмотрел Яромил По сторонам Видит Кругом Поле А на поле Крестьяне Работают Он Подошел К ним Спросить Как ему Дойти До дому Далеко Отсюда До леса Дядюшка Спросил Он Дюжев Крестьянина Лес Где-то В той Стороне Ответил Тот Махнув Рукой А далеко Ли Про то Мне парень Неизвестно Видно Не очень То близко Помню В прежние Годы Угольщик Матвей Привозя Нам уголь Рассказывал Что добирался На нас За два дня Обрадовался Яромил Услышав Отцовское Имя А что Матвей Больше Не привозит Вам уголь Спросил Вот уже Десять лет Как он Этим Не занимается Он Покинул лес После того Как исчез Его сынишка Матвей Искал его На тот Как сквозь землю Провалился Видно Дикие звери Его растерзали А был Он Единственной Радостью Отца Вот Матвей И перебрался Из леса Но куда Про то Никто Не знает Может И в город Подался Яромил С изумлением Выслушал Слова Крестьянина И лишь Теперь Заметил Что этот Человек Показавшийся Ему Таким Рослым Ему Доходит Ледва Лед До плеч Потрогал Он себя Под верхней Губой А у него Оказывается Юсы Успели Вырасти Стало Быть Целых Десять Лет Провел Я В подземном Саду А мне Показалось Что не Больше Двух Часов Подумал Яромил Где же Все-таки Мне Теперь Отца Искать О чем Ты Задумался Парень Спросил Его Крестьянин Почему Про Матвея Спрашиваешь Ты Что Знал Его Я ему Племянником Довожусь Собирался Навестить Дядю Ану Вон Какое Дело Не знаю Где Его Искать Это Не Беда Не Найдешь Его Здесь Поищи В городе Там Много Живет Народу Всех Кто-нибудь Наведет Всех Кто-нибудь Наведет Тебе На след Однако Уже Смеркается Переночуй Меня А завтра Решишь Что тебе Делать Утро Вечера Мудренее Ладно Согласился Ярамил И отправился С гостеприимным Крестьянином В его Хижину На пороге Их Встретила Хозяйка С двумя Детьми Расхлопоталась Ужин Приготовила По ужинам Все Улег Спать Лех Ярамил На один Бок Неудобно Что-то Твердое Под ногами Повернулся На другой Та же История Сунул Он руку В карман А тот Полон Золото Сунул Другой И тот Полон Ага Вот значит Какой подарок Мне сделала Нарциссочка Подумал Ярамил Улыбнулся И заснул Наутро Хозяин Разбудил Гостя Ни свет Ни заря Позавтракали А на прощание Ярамил Оставил Детям По золотому А хозяев По два Обраданные Бедняки Долго Благословляли Его Пусть Будется Все Что Ты Пожелаешь И парень Зашагал Весело Весело Насвистывая Шел он День Шел другой Шел третий На четвертое утро Завиднелись Вдали Городские Башни Наконец-то Дошел А город большой Дома Как палаты И людей Людей Что муравьем Муравейники Сноют Туда-сюда Только Толкают Растерявшегося Парня И не обращают На него Никакого Внимания Действительно Как Это могло Не удивить Яромила Родившегося И прожившего Большую часть Жизни До той поры В лесу Надо бы Какую-нибудь Работу себе Подыскать Подумал Яромил Доровые Деньги Быстро Уплывают Подошел Он К большому Саду Среди Которого Виднелся Дом С позолоченными Башенками По углам Это Должно Быть Королевский Дворец Догадался Парень Смотрит Все окна Задернуты Двор Черным Сукном Заслан Слуги В черных Левреях Ходят Опустив Голову И голоса Их Не услышишь Сел Яромил Отдохнуть На скамью Возле Садовой Калитки Немного Подя Подошел К ней Старик С лопатой В руках И сумкой Через плечо Он Отпер Калитку И только После Собрался Войти И как Парень Остановил Его Дедушка Не найдется Ли для меня Работы Я знаю Толк Садоводства И люблю Цветы Старик Смерил Его Взглядом С головы До ног Видит Парень Здоровяк С честным Лицом Понравился Ему Идем Со мной Мне нужен Помощник Состарился Я И руки У меня Уже Не слушаются Яромил Пошел Следом За ним И Вошли Они В сад Королевский Садовник Без дальних Слов Отдал ему Лопату И показал Что делать Парень Засучил Рукава И до полудня Вкопал Множество Грядок Скопал А старик В это время Возился В цветнике Заметили Друзья И опять Все Крутится Вертится Вокруг Королевской Власти И конечно Проблемах Ее Вспомните Например Хоробу Царевича Алексея Престова Наследника Российской Империи Не напоминает Вам этот Случай С принцессой О которой Мы ниже Узнаем Но не будем Спешить Редактор субтитров Редактор субтитров